Знали до матча, что вы выходите из группы при любом раскладе? Играли только на результат или отрабатывали что-то новое перед плей-оффом? Эта игра для нас была принципиальная. Независимо, выходим мы, не выходим. Потому что МЧС ребята сильные. По уровню игры плюс-минус то же самое. У них не подъехали сильные игроки, у нас тоже парочка не приехала. Но не знали, точнее знали, что выходим из группы, но не знали, чего ожидать от соперника. Поэтому пытались выложиться на все 100%. Я думаю, что игра получилась интересная, валидольная. И выиграл тот, кто был больше дисциплинирован. Какие планы на плей-офф? На кого хотите попасть? Нам без разницы, на кого попадать, честно говоря. Потому что есть в каждой команде, которая выходит в плей-офф, где-то начиная с 1-4 или 1-8 начинается. 1-8, вот с 1-4 там команда уже все интересные, все сильные. И без разницы, с кем играть. Все плюс-минус играют на уровне, поэтому вообще без разницы. Играли от обороны что первый там, что второй. Решили отдать мяч и использовать контратаки за счет своих быстрых игроков? Или это была вынужденная мера, потому что соперник превосходил вас по качеству игры? Ну, я не могу сказать, что соперник превосходил нас по качеству игры. Скорее всего, это был наш план изначально на игру. Сначала начать на своей, подстроиться немножко под соперника и ловить на ошибках. Потому что большинство команд без разницы на каком уровне, когда им отдаешь мяч, это по студенческим лигам, они не знают, что с этим мячом делать. Когда они видят прессинга на своей половине поля. Поэтому это был наш план, которого мы придерживались. И план, в общем, это наш был. Отдать сопернику мяч и играть не то что на контратаках, а от обороны больше. Нашли свою игру только под конец первого тайма, но забить так и не смогли. Чего не хватило? Я, как и сказал уже, отвечая на первый вопрос, что нам не хватило дисциплины в первую очередь. И все. Сегодня мы играли исключительно не из-за того, что кто-то не хотел играть или кто-то не добарывался, а исключительно из-за дисциплины. Из-за этих дурацких фолов, из-за... Не, проиграли мы из-за фолов, честно говоря. Сами творили полную чушь. Говорим не фалить, и тут же игрок фалит. Поэтому все, это очень грустно на самом деле, что мы могли выиграть, могли крупно проиграть, могли крупно выиграть. Но я считаю, что ничья была бы закономерным результатом в этом дерби. Спасибо, удачи. А, что, да я еще скажу? Еще, еще. Давай, вы сказали, сам залякнулось. Еще, конечно, хочется сказать отдельное спасибо организации СФЛ, судейство. Вот никто не говорит, я судил СФЛ, никто мне спасибо не сказал. Сегодня я хочу сказать судье спасибо, хочу сказать Денису Юрьевичу спасибо за то, что у меня на полгода от судейства в стране, я теперь поиграть могу на СФЛ. Вот. И все получается. Большое спасибо всем.